С праздником! Антоновские яблоки! Елецкий городовой! Елец словно вернулся во времена Бунина. По городским улицам гуляют скромные гимназисты и гимназистки, прекрасные дамы и кавалеры, одетые по моде конца 19 века. Фестиваль Антоновские яблоки снова уносит туристов в те времена, когда Елец был купеческим. На городских улицах раскинулись торговые ряды. Мастера представили промыслы ушедшей эпохи. Сувениры можно было купить, а можно и сделать самим. Мастер-классы по народным ремеслам – неотъемлемая часть фестиваля. Городской парк на время превратился в дворянский сад. Туристы смогли не только наблюдать историю, но и стать ее частью. Например, вот это фото от Ильи Румянцева. Камера здесь, конечно, современная, зато антураж исторический. И вот вы на фото двухвековой давности. И никакого фотошопа. А теперь посмотрите, вот это. Замечательно. Но главный атрибут праздника – яблоки. Свежие, но любой самый взыскательный вкус и даже тряпичные. Фестиваль «Антоновские яблоки» назван в честь самого известного рассказа Бунина. Изначально мероприятие задумывалось как литературный праздник, но потом организаторы решили показать эпоху. Не прогадали. Ежегодный фестиваль собирает тысячи туристов. Очень нравится. Мы каждый год тоже посещаем. Пока все нравится. Гуляем, наслаждаемся. Погода хорошая располагает к прогулкам. Я же прониклась. Я почувствовала эту теплоту, всю эту любовь и всю эту атмосферу этого праздника. Очень красиво. Очень хорошо. Эти «Антоновские яблоки» стали уже восьмыми. Кроме того, что фестиваль несет образовательное начало, в нем сильна и экономическая составляющая. В прошлом году Елец заработал на фестивале 4 миллиона рублей. Прибыль этого года еще предстоит подсчитать. Но уже сейчас понятно, популярность «Антоновских яблок» с каждым годом растет. Свободных номеров в гостиницах старинного города уже накануне фестиваля практически не было. Катерина Мелехова, Ольга Бугакова. Липецкое время.